Работу Главного управления природных ресурсов и экологии Дмитрий Овсяников считает слабой. По мнению губернатора, чиновники Севприроднадзора занимаются бумажной работой больше, чем своими непосредственными обязанностями. А главная обязанность – надзорная деятельность. В частности, земельный надзор, надзор за использованием водных объектов, охрана атмосферного воздуха, недр, а также обращение с отходами. Незаконное строительство, уничтожение земельного покрова, ещё что-то. Сколько количеств? Незаконное строительство мы не выявляем. Я имею в виду нарушений земельного покрова. Это три случая. За весь год три случая. Отлично. В сфере охраны водных объектов нашей реки протекает сколько нарушений случаев за весь год? По данным пять случаев. Явная работа недостаточна в этом направлении. В 2018 году сотрудниками севприроднадзора проведено 874 контрольно-надзорных мероприятий. Из них 411 обследований объектов территории по обращениям граждан, 359 рейдовых мероприятий, 27 внеплановых проверок. В итоге возбуждено 32 административных расследования. За нарушение требований природоохранного законодательства Российской Федерации в 2018 году составлено 415 протоколов об административных правонарушениях. Также вынесено 365 постановлений с наложением штрафов на виновных лиц. Общей суммой штрафов составило 2 миллиона 514 тысяч. Губернатор дал поручение главному контрольному управлению проверить деятельность севприроднадзора. По словам начальника управления природных ресурсов и экологии Сергея Самойлова, в структуре работает 80 человек, из которых 20 занимаются надзорной деятельностью. Еще раз настоятельно прошу перепроверить структуру, убрать бестолковые звенья начальников разных, административных. Еще раз говорю об этом. Либо с вами будем разбираться и заниматься надзорными действиями, а не бумажной работой. Подвели на аппаратном совещании краткие итоги празднования Всевастополя Крещения Господня. Происшествий и чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Что касается аварийной ситуации, на прошлой неделе в Всевастополе в разных районах города произошло 11 отключений электричества. Зафиксировали и несколько случаев отключения воды. А на горячую линию 1563 жители чаще всего обращались по вопросам отопления и горячего водоснабжения. Дмитрий Овсяников поручил через неделю доложить о причинах обращений и об устранении возникших проблем. Тему бытовых вопросов продолжили уже на заседании правительства. Утверждена годостроительная документация по проекту планировки и межевания территорий земельных участков. Это позволит реконструировать водовод от улицы Лазаревской до площади Ушакова. В пятницу 18 числа поступило заключение прокуратуры по двум проектам с требованием устранить замечания. В субботу эти замечания были устранены. И в связи с этим выносится на рассмотрение. Александр Маложавенко отметил, водовод расположен на территории Нахимовского и Ленинского муниципальных округов. Сначала проложат стальные и чугунные трубы, а затем этот отрезок переключит к действующему трубопроводу. Старый отрезок из сторон шеи извлекут. Для возмещения объекта установят в публичный сервитут. Это ограниченное право пользования земельным участком. Резервирование и изъятие образуемых участков не предполагается. Горострит-документация прошла публичное слушание. Первый проект реконструкции водовода от ВУ-7 по улице Лазаревская прошли 20 декабря 2018 года. Реконструкция водоводов по улице Лазаревская 9 до площади Ушакова 24 декабря 2018 года и 25 декабря 2018 года, так как они находятся в разных районах. Принято на заседание правительство решение об изъятии одного земельного участка для строительства кольцевого газопровода высокого давления. Он будет проходить от газораспределительной станции, расположенной в селе Штурмовом, через Балаклаву, Фиолент, Казачьей бухте. Изначально изъять планировалось 27 земельных участков. Исходя из выявленных пересечений, есть необходимость в изъятии только одного земельного участка. В завершении внесли изменения в регламент правительства города. Теперь заседания и аппаратные совещания будут проходить один раз в неделю, по понедельникам. Но у губернатора остается возможность назначать неочередные заседания правительства на любой рабочий день, если это необходимо. Святослав Данилов, Илья Якушев, Андрей Тимчук. Новости ИКСТВ.